Французы сегодня выбирают, кто пройдет в нижнюю палату парламента. Некоторые участки закрылись еще в 6 вечера, а в крупных городах и столице голосование продлили на 2 часа. Но похоже, дополнительное время уже ничего не решит. Второй тур выборов отличается крайне низкой явкой. Но несмотря на вялое голосование, победу прочь от партии недавно избранного президента. Подробнее в сюжете. Железное ограждение и усиленная охрана почти на каждом участке. 50 тысяч стражей порядка брошены во избежание возможных провокаций и нападений. Участки открылись еще с 8 утра, но избирателей на них можно пересчитать на пальцах. Я считаю, что не голосовать это просто позор. Во многих странах люди вообще не могут свободно это делать. А тут у всех есть это право и не использовать его позор. Когда мы с коллегами обсуждаем, идти ли на выборы, я всегда говорю, выборы бессмысленные. Но лучше голосовать, чем проигнорировать волеизъявления. Первые лица страны проголосовали еще до обеда. Бывшие президенты Алланты, Сарказис с женой, а также бывший премьер Мануэль Вальс. Политики даже делали селфи с рядовыми избирателями. А президент Макрон, приехав на участок, успел пожать руки согражданам еще перед голосованием. Но такие показательные выступления, а-ля быть ближе к народу, сам народ, похоже, не оценил. Низкая явка во второй тур парламентских выборов бьет исторический рекорд, отмечает французское издание «Ле Фигаро». До обеда не набралось и 18%. Низкая явка – абсолютно нормальная реакция. Просто столько шума было на президентских выборах, что люди устали. К тому же голосование совпало с длинными выходными. Народ уехал отдыхать. Подсчет голосов во Франции начнется сразу после закрытия участков, в 9 вечера по киевскому времени. Большинство мандатов по предварителям опросам «Ле Фигаро» достанется партии президента Макрона «Республика вперед». Республиканцам пророчат второе место. Социалисты могут пройти третьими. Есть шансы занять кресло в Нижней палате парламента и ультраправого национального фронта. Анна Ильиных. Подробности – телеканал «Интер».